Сегодняшнее занятие посвящено различным сервисам инфраструктуры, таким как сервер доменных имен, сервер точного времени. Вкратце рассмотрим централизованную аутентификацию на основе LDAB, как она вообще может работать, но только вкратце, потому что в прошлом семестре именно это оказалось наименее удоваримой темой для студентов, поэтому сейчас я решил это по максимуму сократить и даже убрать работу с LDAB и с практикума, поскольку на это ушло очень много времени и сил в прошлый раз. Также рассмотрим систему автоматической конфигурации сетевых интерфейсов DHCP и систему сетевой установки операционной системы Tickstart. Также в конце, и возможно заедем на следующее занятие, если не успеем сегодня, мы рассмотрим систему управления конфигурацией SOLD. И собственно работе с этой системой управления конфигурацией, а также работе с DNS сервером будет посвящено четвертое домашнее задание. Итак, приступим. О том, как устроен протокол DNS и для чего он нужен, мы говорили на третьем задании, может кто-нибудь попробовать это вкратце рассказать, о том, какую задачу вообще решает протокол DNS? А зачем это нужно? Хорошо, но почему бы все, точно так же, как, например, людей же приучили пользоваться номерами телефонов, для того, чтобы звонить друг к другу, почему бы их просто взять и не приучить пользоваться IP-адресами, чтобы ходить на сайты? Причем, зачем понадобился DNS? Ну, оказалось же, но люди же научились запоминать телефонные номера? Хорошо, но вот здесь мы говорим о том, почему вообще появились названия хоста, почему бы не обойтись адресами? Если даже предположить, что люди бы их запоминали, кроме того, это не вся 12 цифр, это может быть и 4 цифры. Наоборот, вы представьте себе, какие деньги бы сделали те, кто продавал бы там четырехзначные IP-адреса? Хорошо, да, их число ограничено, если пренебречь, зарезервированными подсетями четырьмя миллиардами. Казалось бы, на первый взгляд достаточно. Проблема в том, что IP-адреса часто привязаны к конкретной инфраструктуре. Например, IP-адрес выдается конкретной организации, скажем, хостинг-провайдеру или какой-то крупной интернет-компании, но сайт может переезжать с одного из них на другой. И очень сложно всех заставить запомнить сначала один IP-адрес, а потом через месяц другой, а потом через полгода еще третий и четвертый. Дело в том, что просто взять и сохранить свой адрес при смене, например, хостера не выйдет. И для того, чтобы имена сайтов и прочих ресурсов в интернете, поскольку DNS и... Ну, сначала вообще маркетизация по протоколу IP, и DNS для того, чтобы можно было пользоваться заменными именами, появились гораздо раньше, чем протоколы HTTP и браузеры. Вообще, для того, чтобы можно было какие-либо ресурсы в интернете, не обязательно сайты, да и не было сайтов, ну что угодно, почтовые серверы, BBS-терминал, все что угодно, что тогда использовалось, можно было обращаться по одному и тому же имени, независимо от того, где же сейчас хостится тот или иной ресурс, чтобы отвязать конкретные ресурсы от инфраструктуры, на которой они на данный момент развернуты. В первую очередь именно эту задачу и решал протокол DNS. Когда интернет был совсем маленький, протокола DNS, собственно, не существовало, но такая задача уже стояла, и для этого использовались все файл hosts. Он существует уже с самых древних времен, и в те годы, когда узлов в интернете были десятки или сотни, люди просто сообщали, что для их IP-адреса, для их ресурсов поменялся IP-адреса, и все меняли его у себя в хост. Но затем по мере роста количества ресурсов поддерживать огромные в файлах хост длиной в сотни тысяч, потом десятки тысяч и более со временем записей стало невозможно, и интернет-сервис-консорциум разработал протокол доменных имен, решение доменных имен, которое он назвал DNS, и параллельно с этим протоколом, как обычно поступает ASC, он разработал свою эталонную реализацию, так чтобы в случае каких-либо непоняток с протоколом нужно было бы просто работать так же, как работает эта элитационная реализация. И она называется Bint. Ее мы и рассмотрим сегодня. Сервер Bint появился очень давно в таком виде, едва ли не в первой половине 80-х, и сейчас актуальна его девятая мажорная версия с различными подверсиями уже, и тем не менее он остается одним из наиболее распространенных DNS-серверов. Если вам придется с каким-нибудь DNS-сервером в свою жизнь столкнуться, то, скорее всего, это будет Bint. Хотя не факт. В каких вообще режимах может работать DNS-сервер? Во-первых, он может брать и отправлять, и принимаем его запросы обслуживать, отправляя такие запросы на резолвинг тех же самых имен на какой-нибудь другой DNS-сервер, который ему указан в конфигурации. Это так называемый форвардер. Например, если вы у себя поднимите для чего-либо свой DNS-сервер в какой-то своей сети, то вы можете, например, в качестве форварда для него указать DNS-сервер провайдера. Однако понятно, что бесконечное количество форвардеров быть не может, и рано или поздно запрос должен поступить на DNS-сервер, который может обработать его самостоятельно. Такие DNS-серверы бывают двух основных видов. Те, которые не перенаправляют запрос дальше на AppTrim, а разрешают его как-то сами. Первый из них — это рекурсивный резолвер. Я рассказывал на третьем занятии метод рекурсивного резолвинга записи. Вот, например, кто из вас может рассказать, что происходит при резолвинге доменного имени, скажем, в Google.com? На какие этапы разбит процесс разрешения этого имени? Ну, сначала ищется сервер, отвечающий за доменную зону com. А где он, как он ищется? А где вот эта база, какая-то у него? Есть так называемые корневые серверы, обслуживающие корневую доменную зону. Это зона точка. У них можно спросить, какие серверы обслуживают домен, скажем, в первом уровне com. И обратиться к ним. Дальше. Ну, дальше запросы направляются к серверу, обслуживающему доменную зону com. Ком. Он смотрит у себя, если у него данных нет, то он смотрит, кто обслуживает доменную зону, например, Google. Кто смотрит? Сервер обслуживающий. А сервер com у себя не то, что смотрит, что данных нет, он ищет запись Google и видит, что это запись типа NS. То есть происходит делегирование данного домена на другие DNS серверы. Он об этом и сообщает, что этот домен делегирован, нужно обратиться на соответствующие DNS серверы. Далее. При рекурсивном резолвинге резолвер уже идет на DNS серверы Google. Те, на которые делегированы имя Google com, и проверяет там. Понятно, что в таком случае может быть произвольное количество уровней вложенности. Поэтому резолвинг называется рекурсивным. Просто повторяются все те же операции до тех пор, пока не удастся дойти до сервера, который, наконец-таки, может обслужить данное доменное имя и знать для него запись. И это, собственно, третий вид DNS сервера. Так называемый авторитативный. Тот, который сам знает, как ему работать с той или иной зоной и не делает никаких дополнительных запросов, у него в каком-то виде хранится информация об адресах данной зоны. Он их обрабатывает согласно хранящейся на нем информации, а не согласно ответам других DNS серверов. Если говорить конкретно об операционных системах типа большинства дистрибутивов Linux, запрос первоначально поступает на DNS сервер, указанный в etc.resolve.conf, каким бы он ни был, а тот сервер уже обработает запрос в зависимости от своих собственных настроек. Он может оказаться и форвардером, он может оказаться рекурсивным резолвером, может оказаться, что для какого-то домена, например, домена вашей локальной сети, он даже авторитативный. Например, если у вашей локальной сети есть набор ресурсов, вы решили сделать свою локальную зону и подняли для нее локальный DNS сервер. Так тоже делают. То есть здесь не... Как раз-таки заранее неизвестно, на DNS сервер какого типа попадет запрос. При работе в режиме форвардера довольно очевидно, что каждый раз перенаправляя запросы на одно и то же доменными дальше, на указанный в качестве австрима DNS сервер, не обязательно. Ведь записи в DNS меняются обычно сравнительно редко и можно на какое-то время у себя эту запись сохранить. Какое-то время мы обсудим в дальнейшем. Каким образом управлять, на какое именно время таким образом DNS серверы имеют право кэшировать зону. Как владелец зоны может это регулировать. И в течение данного времени DNS сервер при получении запроса будет отдавать запись из кэша, а не действительно резолвить ее. При этом IP-адрес, указанный, скажем, на авторитативных DNS серверах этого домена, могут уже смениться. Но в течение определенного времени к DNS серверу, закэшировавшим старые ответы, будут отдавать старый IP-адрес. С этим связано то, что, например, если ваш ресурс переезжает с одного IP на другой, в течение какого-то времени, минимум, так называемого тотайль-зоны, о нем поговорим в дальнейшем, нужно обеспечить работу с этого ресурса и на старом, и на новом адресе. О том, как работает рекурсивный DNS-резолвер, мы уже обсудили. И предлагаю, теперь, прежде чем мы начнем конфигурировать свой DNS сервер, обсудить еще один очень важный аспект конфигурации DNS. Дело в том, что протокол DNS, как, впрочем, протокол МТП, о котором пойдет речь в следующем, это протокол, основанный на UDP. Как происходит взаимодействие между клиентом и сервером, клиентом, разрешающим DNS-запись, сервером, который обслуживает запросы. Клиент отправляет UDP-датограмму, в которой указан source-порт клиента и source-адрес клиента в качестве GitHub порта указан порт 53 стандартный для DNS-сервера, а в качестве дитенейшн-адреса указан адрес DNS сервера. DNS сервер отвечает на этот запрос в качестве source-порта указывает 53-й, source-адреса указывает свой, а в качестве дитенейшн-адреса указывает адрес клиента и дитенейшн-порт порт клиента. Соответственно, возникает совершенно очевидное рассуждение. А что будет? Если, во-первых, мы заставим dns-сервер отдавать ответы которые сильно сильно превышает по размеру запрос который мы на него отправили запрос короткий разрезовывать просто такое-то имя а предположим что это рекурсивный резолвер который ему готов разрешать записи для всех доменов и мы делаем свой собственный домен а в нем огромную запись типа txt днс как я уже рассказывал ранее поддерживает текстовые записи туда можно вписать текст довольно большого размера что будет если мы в качестве source адреса в dp датограмме укажем адрес сервера который нам почему-то не нравится отправим запрос на резолвер именно этого имени приводя его содержать содержащего очень длинный ответ dns-сервера и да в таком случае для нас сервер получит запрос обработает его и датограмму с ответом отправить на тот destination адрес который был указан в source адресе по датограмму который он получил и таким образом используя довольно небольшую полосу можно заставить dns-сервер отправлять гораздо больший трафик на сервер который нас не устраивает а если мы таки бы нас сервером найдем несколько или даже очень много то может можно используя всего один адрес не очень небольшим каналом устроить атаку на на исчерпание канала на какой на какой-то ресурс который нам по какой-то причине не нравится да за счет того что ответы которые сервер будет него право будет отправить ему они нам было удачи то превышать по размеру запроса который мы на него отправляем и амплификация в таком случае может достигать десятков и даже сотен раз то есть имея один гигабит канала можно устроить атаку в десятки и сотни гигабит понятно что администратору dns-сервера не хочется быть в качестве узла батнета для подобной атаки поскольку за трафик придется платить и какие-то проблемы в случае если атака была на какой-нибудь чувствительный ресурс у него могут возникнуть поэтому необходимо соблюдать простое правило реку рекурсивный резолвинг должен быть разрешен только для адресов которым вы доверяете если вы не гугл и не можете себе это позволить как они сделали с 8888 публичные рекурсивные резолверы делать нельзя например вы разрешаете рекурсивные запросы только из своей собственной сервера локальной сети или со своих серверов а из мира рекурсивный резолвинг должен быть запрещен авторитативных dns-серверов которые должны резолвить из мира записи вашего домена реку рекурсивный резолвинг должен быть выключен таким образом чтобы из мира можно было через них резолвить только доменные имена тех доменов для которых он является авторитативным таким образом конечно тоже наверное куда в теории можно на практике я более чем уверен что они умеют выявлять подобные запросы которые к ним например начнут массу приходить на резолвинг какого-то имени с очень длинным ответом и блокировать их google это крупная компания с очень серьезными ресурсами они могут себе позволить сделать публичный для нас сервер который он подобного батнета не будет если вы просто разрешите в своем днс-сервере рекурсивный резолвинг из мира он немедленно станет узлом такого батнета так как их постоянно сканируют и находят просто сканирует запросы на 53 на 53 порт на резолвинг тестовых имен из домена злоумышленника если вдруг какой-то сервер на них ответит о значит и появился еще один незакрытый рекурсивный резолвинг немедленно включаемого батнет соответственно при настройке любых днс-серверов а тем кто будет настраивать их на правил на нашей практике это нужно будет также учесть так как у серверов на практике будут белые адреса доступны из мира всегда нужно исключить возможность резолвинг через ваш днс-сервер извне домена злоумышленника конечно злоумышленник если ваш днс-сервер является скажем авторитативным для вашего собственного домена злоумышленники могут попытаться найти на нем самую длинную запись использовать ее для амплификации но таком случае амплификация скорее всего получится довольно хилая если конечно эта запись не делалась специально но она был может быть несколько раз но может быть 10 это не слишком много ну имея гигабитный канал вы так устроить атаку все в 5-10 гигабит ну не этим уже никого не удивишь так при перейдем к конфигурации днс-сервера бинт предлагаю установить пакет пакет бинт на учебные виртуалки для того чтобы начать его конфигурировать конфигурационный файл находится в эти синяя на мди name.conf в данном случае с настройки по умолчанию днс-сервер разрешает отправлять вам запросы только на с локального хоста поэтому при совсем совсем настройках по умолчанию он в ботнета оказаться не может рекурсия включена соответственно на если запустить днс-сервер с такой конфигурации он будет пытаться осуществлять рекурсию рекурсивный резолвинг и резолвить все домены настолько насколько это возможно ну только для запросов поступающих с локал хоста подготовим там конфигурацию примерной зоны например прямой зоны example.com для этого секции зону делаем отдельную секцию зону и укажем там файл экземпл в качестве источника зоны файл экземпл ком зон эти файлы пути к этим файлам отслеживаются относительно директории указаны в опциях в параметре директоре также стоит обратить внимание на то что в данном случае слушать днс-сервер будет только на локальном хосте и к нему даже обратиться извне будет нельзя не то что получить ответ а получить ответ будет нельзя потому что запросы разрешены только с локал хоста как у какой-то имеет подозрение в вашей точки зрения значения видите ли в зоне могут находиться любые записи независимо от того в какой именно сети сети находится донат сервер то есть к примеру вы можете сделать днс-сервер которого будет авторитативное который будет считать себе авторитативным для зоны скажем google.com вам просто вряд ли без каких-то методов взлома удастся заставить неподконтрольные вам компьютеры резолвить через него имена но подконтрольные вполне вы можете делать его глубоко в локальной сети и даже без доступа во внешний мир при этом он может запросто брать его до отдавать произвольные адреса в том числе белый здесь как раз никакой связи нет рассмотрим содержимое типичного файла зоны для этого и зоны задаем ттл в 600 секунд отдельно это один из способов задания ттл я здесь привожу оба задать переменную доллар ттл 600 второе место где ттл будет задан это так называемая со запись сразу увидим формат записи собачка означает данный домен например то что указано в конфидурую в конфигурации name до в качестве имени зоны можно считать поставляется в данном случае вместо этой собачки то есть example com in susa в in state of authority dns сервера ns example com и почтовый адрес хостмастер собака example com однако как мы видели несколькими секундами ранее собака это резервированный символ файле зоны поэтому здесь просто после самая первая точка меняется на собаку и получается почтовый адрес серийный номер зоны который важен для для репликации зон таким образом что если какой-либо вы на вы настроите dns сервер в качестве слива к данному и он заметит что серийный номер увеличился значит необходимо обновить у себя данные а пока он не не увеличится он данные обновлять я не будет так будет считать зону неизменной это просто число и и важно при чтобы при изменениях в зоне это число увеличивалась в других ограничений нет обычно его делают формате год месяц день и порядковый номер изменения в этот день в которой было сделать менее чтобы этот номер содержал себя хотя бы какую-то полезную информацию например когда после последний раз меняли этот файл зоны далее присутствует набор служебных параметров для ее до его репликации слоевом и еще раз упал указан тот же самый важный параметр тель на какое время записи из этой зоны можно кашировать это указано что эта зона обслуживается домен dns серверами ns example com и с 1 example com почта единственный почтовый сервер в этом домене это mail example com и само имя example com резолвится в 1111 также присутствует текст и запись и смысл подобных текст и записи мы более мы подробно рассмотрим на занятии по посвященном электронной почте но в крану если говорить вкратце подобные текст и записи указывает какие именно хосты имеют право отправлять почту с адресов данного домена а все прочие хосты не указанные в этой записи можно считать принадлежащими спамером и любую почту с них дропать данном случае например указано что нужно посмотреть список этих хостов в текст в текст записи нижнее подчеркивание spf example com и в записи spf указано что можно было принимать почту только с mx сервера для зоны example com а больше ни с каких не надо также в этой зоне присутствует несколько записи типа а это значит что данные имена резовываться в до в соответствующие пиво 4 адреса и стоит обратить внимание на на такой момент если в имени указанном в первом в первом поле зоны в данном случае например вове нет завершающей точки то к этому имени дописывается имя зоны то есть вов здесь это тоже сайта то же самое что вот эти две записи на этих двух строчках река эквивалентны вот это будет дописано автоматически завершающая точка означает что это полное доменными и больше ничего к нему нигде дописывать нельзя также деваны это точно такой же айпи адрес как и а также такая же а запись как и вовы а здесь приведет пример делегирования предположим что дев . example . ком делегируется на другой для нас сервер и другой для нас сервер должен обслуживать все записи для этого под домена в таком случае там делается на запись дев и нс девы нас example ком соответственно все запросы на данный домен и все запросы на поддомены данного домена при рекурсивном резолвинге будут этим дэна сервером перенаправляться на следующий то есть он не даст айпи адрес скажем для дева example ком или что-то там . дев . example . ком скажет обращайтесь вот на другую на другой дэна сервер и придет следующий этап рекурсивного резолдинга также устроены и предыдущие этапы делегирования с точки на ком с ком на example и как вы считаете чего в этой зоне явно не хватает каких-то записей здесь наверное нет из тех которым не стоило бы быть как вы думаете каких ну наверное записи домены example ком которые упомянуты в этой же самой зоне он так не кажется например здесь упомянут запись nsexample.com а ее на самом деле здесь нет сделаем такие записи вот как как вы видите dns-сервер на адресе su27001 считает что имя example ком резолвится в адрес 1111 А, к примеру, подобный адрес не может быть разрезовлен, так как того DNS-сервера, на который этот адрес делегирован, на самом деле не существует. Конфигурацию прямой зоны рассмотрели. Теперь рассмотрим конфигурацию обратной зоны. А кто мне напомнит по итогам предыдущих занятий, что такое вообще обратная зона? Что, что? Зачем это, например, нужно? Какое это отношение имеет к приходящим пакетам? А если не приходит пакет, то что? Замена обратной запись никогда не нужна? Или наоборот, при обработке входящего пакета всегда используется обратная запись? Что вы имеете в виду под этим? И вы принимаете решение, что делать с пакетом? А по какому протоколу при этом? Какой протокол вы имеете в виду? При работе по какому протоколу вы считаете, используется обратная зона для принятия решения, что делать с входящим пакетом? Нет. Это вообще не имеет отношения в данном случае, в общем случае, к работе протоколов. Это относится лишь к следующему. Какое именно доменное имя принадлежит данному IP-адресу с точки зрения владельца IP-адреса? Прямая зона оказывает, на каких IP-адресах с точки зрения владельца данного домена находится данный домен, его под доменой. А здесь представлена обратная точка зрения, точка зрения владельца IP-адресов. И в некоторых случаях для солидности нужно, чтобы эти точки зрения совпадали. Например, если вы с какого-то адреса получили письмо, одна из базовых проверок, которые делают многие алгоритмы защиты от спама, это убедиться, что во-первых, у адреса есть обратная зона, а во-вторых, имя, которое указано в обратной зоне, резолвится в тот же IP-адрес, с которого оно пришло. То есть, что здесь есть некоторое согласие. Как минимум, и владелец этой подсети действительно согласен с тем, что там находится такой сервер. Также обратная зона, может быть, нужна, например, вам для работы с находящимися в вашей сети хостами для удобства. Если вы видите где-то в взаимодействии с таким-то IP-адресом, вы можете быстро посмотреть, или даже утилита какая-то посмотрит быстро за вас, с какого же именно хостей идет речь, и, например, отобразит вам его имя вместо адреса. Так вам будет, возможно, удобнее работать. И у имени обратной зоны есть определенный формат. В данном случае создадим обратную зону для подсети 192-68-1. А почему у этой обратной зоны такой формат? 11-168-192 и определенные зарезервированные ими над ARPA. Если создаем обратную зону для подсети 192-168-1.0-24, почему оттеты в обратном порядке? Поясните, что рекурсивный резолвинг? Почему оттеты в обратном порядке не в прямом? Разве не могут происходить рекурсивный резолвинг, если бы актеты вот так, 192-68-1. В чем нюанс? Почему? Здесь я же уже рассказывал. Дело в том, что старшинство актетов в IP-адресе от старшего к младшему. Самый старший актет слева, самый младший справа. В доменном имени напротив, домены самого низкого уровня справа, а самого высокого уровня слева. Таким образом, например, если владелец более широкой подсети, часть своей подсети делегирует, кому-то еще у него должна быть возможность делегировать и возможность задавать в ней обратные записи. Соответственно, представим себе гипотетические случаи, забудем на секунду, что это серая сеть, что есть владелец подсети 1268.0.0.16. Ему на серверах, обслуживающих доменов выделено право задавать обратные зоны для всей этой большой 16-й подсети. И одну из двадцать четвертых подсеток, например, 1268.1.0.124, владелец этой большой подсети тоже кому-то продал. И вместе с ним он должен предоставить возможность задавать обратные записи. Для того, чтобы ему это сделать, ему нужно создать у себя поддомен и делегировать его, как мы это делали только что. Для этого нужно, чтобы более младшему октету один здесь соответствовал более младший домен. Более младшие октеты идут справа, более младшие домены идут слева. Поэтому порядок и изменен. Соответственно, для примера создадим файлзона 1268.1 и на драрпу. Рассмотрим ее содержимое. СОА запись имеет такой же смысл. Указано, какой DNS сервер основной для данного домена. Указано, какой почтовый адрес, на который можно к владельцу этого домена обратиться. Точно так же сконфигурированы параметры записи СОА включает отель. Точно так же указаны на записи. Однако основные записи для данной зоны уже не А, а ПТР. Правило заполнения зоны такое же. Если у записи в конце нет точки, то к ней дописывается имя зоны. То есть, например, 1.i.in.ptr.host1.example.com указывая эквивалентно… Вот эти две записи, 1.i.in.ptr и 1.i.1.168.22.in.adr.arpa. In PTR в данном случае эквивалентны. То есть, к записи, не заканчивающейся на точку, будет дописано полное имя зоны. И обратные зоны представляют собой именно конгломерат PTR записей, указывающих на конкретные хосты. Давайте создадим у себя такую обратную запись и переконфигурируем Bint. Для этого его необязательно перезапускать. Выполним рейдинг. И убедимся в том, что действительно произошел резолвинг данного доменного имени в соответствующую запись. Сейчас мы рассмотрели, как настроить один индивидуальный DNS-сервер. Довольно очевидно, что DNS – это один из ключевых протоколов вообще в сети интернет. В случае, если для какого-либо домена перестанет работать DNS, для него все будет очень плохо. Имена из этого домена не будут доступны извне. Если какая-то инфраструктура завязана на доменные имена, например, в взаимодействии между приложением и базой данных происходит по доменному имени, это тоже выйдет из строя. И для того, чтобы оценить то, насколько сервис DNS важен для работы практически любой какой-нибудь заметной инфраструктуры, каждый из вас может открыть в гугле поиск по картинкам и набрать там «он уронил DNS». Поэтому довольно очевидно, что один DNS-сервер необходимой надежности не обеспечивает. вы можете открыть в гугле поиск по картинкам и набрать там «он уронил DNS». Для того, чтобы не произошло то, что на этой картине… последствия чего на этой картинке изображены, довольно очевидно, что нужно обеспечить работу для одной зоны сразу нескольких DNS-серверов. В нашем примере мы видели две фейковые записи DNS и DNS-1 для одного и того же домена, но это были фейковые домены и фейковые записи, а в реальности они должны быть настоящими. С одной стороны, это так. С другой стороны, нужно было обеспечить то, чтобы изменения, внесенные в запись домена, оперативно применялись на всех его DNS-серверах. Для того, чтобы все это работало, в DNS-сервере Bint реализована так называемая репликация, при которой один или несколько DNS-серверов могут выступать в роли мастеров. На них находится, как считается актуальный данный зон, именно на мастере происходит редактирование зоны. А другие серверы могут быть настроены в качестве слоевов, то есть они могут забирать с мастеров данные зоны и отдавать их при резолвинге. Таким образом, имея, например, один мастер и несколько слоевов, можно их сконфигурировать в качестве авторитативных DNS-серверов для данной зоны, и пока хотя бы один из них будет работать, резолвинг будет происходить. Практические настройки репликации мы выполнять не будем, хотя бы потому, что для этого нужно несколько DNS-серверов, например, в нескольких виртуалках, а не у всех у вас есть возможность поставить себе их две, минимум сейчас сразу, так сказать, без предупреждения. Поэтому конфигурацию репликации мы оставим на домашнее задание. Вам нужно будет ее выполнить автоматически с помощью системы автоматической конфигурации. Сейчас мы рассмотрим теоретически, как она работает. Для того, чтобы настроить репликацию, нужно, во-первых, на сервере, выступающем в качестве мастера, разрешить забирать с него данные и настроить slave. А чтобы slave мог своевременно узнавать о том, что на мастере появились какие-то изменения, нужно, чтобы мастер сообщал slave о том, что произошли изменения в одной из его зон. Для этого используется механизм так называемых нотификаций, при котором мастер сообщает slave, что произошли изменения в такой-то зоне, и нужно и данные для нее получить. Именно здесь становится важным значение поля серийного номера зоны, поскольку именно по этому значению slave проверяет, поменялось содержимое зоны или не поменялось. Если серийный номер не увеличился, то slave новые данные не получит. поскольку конфигурировать пару мастера slave сейчас мы не будем, просто сконфигурируем мастер и продемонстрируем, каким образом работает репликация. Во-первых, для репликации нужно указать, какой именно адрес в данном случае. Это фейковый адрес, 28.1.2, необходимо нотифицировать об изменениях в зонах данного хоста. Также необходимо разрешить трансперзон для необходимого набора хостов. Здесь мы разрешаем трансперзон для локального хоста и для того же нашего фейкового DNS сервера, который, даже если бы существовал, не смог бы все равно обратиться и получить зону в данной конфигурации, потому что… как вы думаете, почему? Потому что, наверное, это лоу-кьюри, а лоу-транспер есть и для 192-68.1.2. А что же мешает выполнить этот транспер? Данную конфигурацию получения DNS сервер слушает только на локальном адресе. На такой локальный адрес мне не придет запрос «Создает 268.1.2». Он придет только с локального же адреса. Смотрим, как это работает. Для того чтобы получить содержимое зоны, слейв использует запрос «axfr» — «transfer зоны». Проверим, заработал ли он при данной конфигурации. Да, «transfer failed». Что я упустил? Я ведь все правильно набрал. Да, все правильно я набрал. «transfer failed» — это что я упустил при конфигурации. Да, я на всякий случай это вписал, поскольку localhost — это не только 2700.1. Это еще два двоеточия. Один — это IPv6 localhost. Смотрите. Источником записи localhost является etchost. И localhost, как вы видите, здесь два. Только один — 2700.1, что очевидно. А, ну конечно же. Я просто ошибся в синтаксисе команды dig. Что же я делаю? Я не указал там… Он просто пытался рассматривать 2700.1 как еще одну зону. А в синтаксисе dig. Деносервер, на который отправился запрос, ну, другая рука с собачкой. И вот произошел трансфер зоны. В том, что было получено при трансфере, очевидно то, о чем я говорил, что вместо собаки подставляется имя зоны. Для имен в этой зоне, которые не заканчиваются на точку, также дописывается в качестве… Они тут все дописываются в качестве подномена к имени зоны. Там, например, есть там запись 3w, а здесь она превратилась в 3w.example.com. И для всех этих записей выставился ттл, указанный в данной зоне 600 секунд. То есть каждую из этих записей кэширующий деносервер имел право кэшировать на 600 секунд. И вот в таком виде слейв получит для себя эту зону и сохранит. Но настройкой слейва вы займетесь в рамках четвертого домашнего задания. А сейчас мы с позволением перейдем к следующей теме, которая почти так же и важна, как DNS. А именно конфигурация на ваших серверах службы точного времени для того, чтобы время на серверах не разъезжалось. Что может приводить, в зависимости от того, какие приложения вы используете, к самым различным проблемам. Вплоть до, в случае использования определенных методов авторизации, невозможности авторизоваться на данном сервере. В качестве и сервера, и клиента точного времени выступает демон NTPD. Он умеет сам работать в качестве сервера и позволять другим хостам получать точное время у себя в случае необходимых настроек. Он умеет получать с других NTP серверов тоже время и настраивать его на данном хосте. Рассмотрим пример его конфигурации, которая находится в etc.ntp.conf. Здесь, опять же, для данного протокола НТП и для того, как работает НТПД… Да, пакет НТП. Здесь, опять же, нужно учитывать тот факт, что протокол НТП, как один из основных протоколов инфраструктуры, интернета, очень старый и проектировался он в те годы, когда все было другим. В те годы интернет еще не был такой агрессивной средой, как сейчас. В нем участвовало, может быть, какое-то небольшое количество солидных организаций, университетов, научно-исследовательских институтов и туда не пускали кого попало. В те годы уровень доверия к узлам в интернете был больше и, соответственно, и протокол НТП и НТПД позволяет делать гораздо больше вещей, чем стоило бы. Она позволяет даже выполнять небольшие модификации на самом НТП сервере по удаленным запросам и она позволяет получать откладочную информацию с сервера, которая, естественно, занимает довольно много места. А поскольку протокол тасован на UDP, чтобы не вносить дополнительную погрешность в синхронизируемое время из-за длительности TCP handshake, то возникает та же самая проблема с атаками типа амплификации, при котором НТП-запрос с поддельным адресом источника отправляется на НТП сервер, причем запрос сформирован так, чтобы спровоцировать максимально большой ответ и этот максимально большой ответ отправляется на сервер жертву. В итоге для того, чтобы обеспечить отсутствие данной проблемы, необходимо отключать весь функционал НТП сервера, кроме службы точного времени, нельзя позволять никому получать отладочную информацию, что-то модифицировать на нем. И, конечно же, нужно ограничить в идеале адреса, с которых он вообще может делать на него запросы, что в данном случае и выполнено. То есть отключены все его лишние возможности. Указано, что отправлять запросы на данный НТП сервер можно только из-под сети 192.68.1.0.24 и с локального хоста. А в качестве серверов для синхронизации времени используются вот эти пять серверов, указанных в секции сервер, причем один из них в качестве предпочтительного. Пробуем запустить сервер точного времени и проверить, что он работает. НТПД, конечно же. НТПД запустился и выполняет синхронизацию времени на данном хосе со всеми остальными. Также с какого-то другого хоста можно было бы отправить на него запрос и получить ответ. При условии, что этот хост находится в подсети 202.68.1.0.24. Что вам отличие от грепа от грепа? Да, F-греп это то же самое, что греп минус F-главное. Он ищет только по фиксированным строкам и не использует никакие служебные символы, типа каретка, начало строки, доллар, конец и так далее, никакие базовые регулярные выражения. Поэтому он ищет несколько раз быстрее. Я привык просто его использовать, потому что регулярно приходится грепать по очень большим файлам логов. Итак, предлагаю всем сконфигурировать себе пример NTP-сервера, но это должно быть гораздо проще, чем с DNS-сервером. Всего один файл и убедиться, что он работает. Это файл, в котором сохраняются временные данные о том, как проходила синхронизация времени. Файл и убедиться. Ну здесь, я думаю, ни у кого проблем не возникло. Все уже настроили успешно? Кто еще не настроил себя NTP? Хорошо, кто уже настроил NTP? А, вы не настроили. Стоп, вы подняли руку, что не настроили или что настроили? Я не устаю. Хорошо, хорошо. Скажите, если у кого-нибудь в один нет проблемы, я подойду и помогу. Как они что настроили? Как они что настроили? Для начала запустите его, убедите, что нет ошибки в блогах. Нет, нет ошибки в блогах. Хорошо. Проверим. Сейчас. Вот. Сейчас. Проверим. Да. Проверим. 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 Обратиться к нему можем. Для этого запустим NTPD минус U для того, чтобы он использовал непривилегированный порт, а не 123, поскольку 123 порт на данном хосте уже занят. Минус D, чтобы она в реальности не задавала никакого времени. И проверить, что действительно можно обратиться к NTP серверу на локальном хосте и увидеть, что он действительно что-то отвечает. Вот. Обращаемся. Делаем четыре запроса для того, чтобы можно было между ними усреднить. Как вы понимаете, четыре запроса в два раза точнее, чем один запрос. И в итоге синхронизацию не выполняем, потому что указан ключ D. Дебаг, при котором мы просто рассматриваем, посмотрим, что происходит, но не имея локальное время. НTPD минус U.D. Давайте я сделаю крупнее, чтобы вам было лучше видно. И короткий вопрос для тех, кто внимательно послушал на третьем занятии. И здесь указано, в числе прочих данных, полученных от нашего NTP сервера, Stratum 3. Что это означает? Количество вот этих серверов, которые получал этот сервер. В смысле? То есть чем больше серверов у каждого конфигуратора, тем больше будет Stratum? Или что? Что вы имеете в виду, количество серверов? Ну, этот сервер получил от одного от другого, тот еще от одного, а от другой и последний был настроен по этим часам. Да, хорошо. Ну, вообще, сейчас в качестве талона точного времени обычно используются атомные часы. И, соответственно, NTP сервер, подключенный непосредственно к атомным часам, синхронизирующийся прямо с ними, а не с каким-то другим NTP сервером, будет иметь Stratum 0. Тот, который синхронизирует непосредственно с ним, Stratum 1 и так далее. Да, то есть мы знаем, вот какой уровень доверия к времени на этом сервере, сколько погрешностей было между ним и атомными часами. Здесь видно, например, что было там три погрешности между этими. То есть мы понимаем, что здесь было время, но, может быть, с точностью у нас до миллисекунды. Да, для этого есть конкретная формула. Именно поэтому при определении делаются четыре запроса к NTP серверу. Таким образом устраняется время ответов, при этом пытаются устранить сетевую задержку. И по порядку увеличенной точность этого равна сетевой задержке между вами и NTP сервером, с которым вы синхронизируетесь. То есть, если, например, вы в десяти миллисекундах от NTP сервера, с которым вы синхронизируетесь, то в такой ситуации у вас тоже будет порядка, наверное, одной или десятка миллисекунд погрешность. Потому что она может там хлопать, в одном случае было там 8 миллисекунд, другом 12 пакет подольше, в буфер и какое-нибудь сетевое оборудование повисел на пару миллисекунд. И по выборке из четырех попыток вы с точностью, ну, хорошо, может быть, на порядок меньше, чем сетевая задержка получите, но не лучше. То есть, если, например, указанный в конфиге NTP предпочитаемый сервер имеет, вот у нас вообще там 78 миллисекунд, значит, у нас тут вообще-то десятка миллисекунд и не лучше точность, на самом деле. Для, так сказать, бытовых задач этого вполне хватает, там в пределах секунды уже доначится хорошо. Для каких-то специализированных вещей может требоваться более высокая точность. Для этого есть такая техника, при которой вы используете в качестве источника точного времени на вашем сервере спутники GPS. И таким образом у вас получается сервер со стратумом М1, поскольку он непосредственно синхронизируется со спутниками, на которых атомные часы. И вы можете использовать его в дальнейшем для синхронизации времени на других серверах вашей инфраструктуры, которые находятся в локальной сети с минимальными задержками. Атентификация доменных имен и сервиса НТП. Перейдем к следующей теме, которую я сейчас по сравнению с предыдущим семестром предпочту сильно урезать, поскольку она оказалась очень сложной и с трудом воспринималась. И кроме того, вам как будущим веб-разработчикам это, скорее всего, скорее не понадобится, чем понадобится. Это тема сервиса централизованной аутентификации с помощью LDAP. И как вообще может работать централизованная аутентификация? Ведь мы же все, вы же все, вернее, делая, скажем, второе домашнее задание, узнали, что имя пользователя берется из файла etc-password, хэш-пароли для него берется из etc-shadow, параметра группы из etc-группы, то, какой пользователь какой группе принадлежит, и какие же еще здесь могут быть источники. На самом деле источники для аутентификации пользователя могут быть произвольные. И для того, чтобы это обеспечить, существует такая подсистема как PAM, Plugable Authentication Modules, подключаемые аутентификационные модули. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению того, что такое PAM, как она работает, и почему в каком-то конкретном частном случае используются такие файлы, как shadow, и password, и group, предлагаю определиться терминологией. Почему я здесь ломаю язык, пытаясь выговорить слово аутентификации? Что вообще означает аутентификация, или, например, авторизация? В чем разница между этими понятиями? Кто может этот вопрос ответить или хотя бы предположить? А авторизация без аутентификации? Да, все верно. А скажите, а возможно ли авторизация без аутентификации? А приведите пример. Нет, почему? Например, если без пароля, то мы просто верим логину, который вел пользователь. Получается. Хорошо. Давайте приведем более простой пример. Предположим, вы решили сходить в кино. Каким образом вас туда пропустят? Что у вас должно быть при себе? Билет. Хорошо, билет. То есть, происходит авторизация, проверка наличия у вас билета. При этом, если билет не именной, а аутентификации не происходит, не выявляется то, кто вы такой. Не важно, кто вы, вы пришли с билетом, значит, имеете право пройти на сеанс. Такой же принцип иногда используется и в различных системах авторизации. что там происходит авторизация по токенам. То есть, для доступа к тому или иному ресурсу, тем, кто имеет право получать такой доступ, выдается специальный, например, секретный токен. И всякий, кто пришел с этим токеном, получает доступ. И неизвестно, кто он, какой у него логин и так далее. Просто имеет токен, получает доступ, не имеет, не получает. Все в полной аналогии с билетом. Так, перейдем к PAM. Конфигурация PAM находится в ETC и PAMD. И даже беглый взгляд на эту конфигурацию показывает, что еще одним замечательным свойством PAM является то, что он позволяет настраивать различные схемы авторизации для разных приложений. можно видеть, что, например, для SHD может быть применена одна схема для авторизации, и на почте, например, другая по SMTP и так далее. Рассмотрим, например, основной файл PAM system.out, та аутентификация, которая происходит, когда вы просто логините систему. Видно, что используется некоторый набор плагинов. Например, плагин.out, как именно происходит аутентификация. Например, для того, чтобы отработал данный плагин, разделение билетека PAM.ent требуется, то есть то, чтобы были проверены переменные окружения и все было в порядке. Это необходимые условия, но недостаточные. Достаточным условием является, например, выполнение PAM Unix.so. И именно в PAM Unix.so сконфигурировано то, каким именно образом происходит Unix авторизация. И, к примеру, аутентификация, и именно там сконфигурирована работа с локальными файлами. Для того, чтобы выявить, какой именно пришел пользователь, в данном случае считается это достаточным проверить локального пользователя. И это происходит, как мы уже знаем, через ETC и PAS. Для того, чтобы проверить его пароль, также используется PAM Unix.so. И в качестве аргументов к нему передано, например, какой формат хэша предпочтителен, откуда, какого источника этих хэшей, в данном случае это shadow. И может быть нормальным, если пароль пустой, например, в определенных ситуациях, как вы знаете. И, кроме того, нужно проверить, не запрещен ли вообще доступ. Поэтому занимается PAM DIN.so. Существуют и другие способы обеспечить аутентификацию. Например, очевидно, что не всегда удобным способом может быть распространение файлов shadow, password и групп. И, например, предположите, в каком случае для реализации какой, так сказать, схемы организации доступа это может оказаться неподходящей схемой. Нет, всегда система основанная на стандартах файле, как etc-pass, etc-shadow, etc-group. В каком случае это может оказаться не совсем подходящей схемой? Ну, если мы говорим именно про аутентификацию в системе. Нет. Как устроена аутентификация и авторизация на веб-серверах? Это отдельная тема. Вам об этом, без сомнения, рассказывали на курсе веб-технологий. И, например, что вам об этом рассказывали? Как вы там реализовывали аутентификацию и авторизацию пользователей? Никак. А, пока еще никак. Мы используем стандартную схему. Опишите вкратце, как эта стандартная схема работает. Молодец. Мы используем модуль какой-то. Можно предположить, что он сохраняет данные, видимо, тот же самый. Кэш, хорошее. Да. Хорошо. Предположим. А если возникает необходимость, например, в какой-то крупной организации, в которой есть много ресурсов, которым можно обеспечить доступ. Один из этих ресурсов – это доступ к PSH каким-то серверам. Другой – это доступ к какими-нибудь ресурсам, веб-ресурсам, так называемого интернета. Третий – доступ к корпоративной почте, стюарте, что-нибудь еще. И везде нужно иметь централизованную аутентификацию и авторизацию, чтобы, во-первых, пользователи могли использовать, например, один и тот же логин и пароль. Во-вторых, можно было с помощью специальных систем отслеживать в совокупности действия пользователей, что вот здесь он отправил письмо, вот здесь он зашел на такую-то страничку интернет-ресурса, а вот здесь он выполнил такую-то команду PSH. И все это один и тот же пользователь. Понятно, что для реализации такой всеобъемлющей задачи аутентификация и авторизация по файликам и паспору группы Shadow не очень подходит, а требуется обеспечить какой-то другой метод. Очень часто этим другим методом является организация LDAP-сервера. LDAP – это протокол Lightweight Directory Access Protocol, в котором будут находиться все необходимые аутентификационные и авторизационные данные пользователей, такие как логин пользователя, хэш его пароля, группа пользователей, дополнительные группы и все-все-все, что находилось бы в стандартных файликах. И, кроме того, через этот же LDAP-каталог путем проверки имени пользователя и хэша пароля могли бы авторизовываться и веб-приложения и почтовый сервер. А LDAP – это протокол чей? Свободный протокол. Когда Active Directory и LDAP проводят? Да, Active Directory используют этот протокол, поэтому, например, с Active Directory возможно интеграция централизованной аутентификацией и в юник-системах, точно так же сервер Active Directory здесь будет выступать просто как LDAP-сервер. У него есть свой собственный определенный формат LDAP-каталога, который известен, и его также можно использовать. И протокол этот совершенно свободный. Однако, поскольку мы хотим закончить сегодняшнее занятие сегодня, и настройка LDAP-клиента и LDAP-сервера значительно сложнее настройки одной зоны в DNS, я предпочту на сегодняшнем занятии это опустить. И более того, даже на практикуме, я думаю, мы не будем делать централизованную аутентификацию и авторизацию по LDAP-у, в отличие от того, что мы делали в прошлом семестре, поскольку раньше это заняло примерно половину практики. Тем, кто из вас этим заинтересовался, поскольку все-таки это может требоваться, например, при разработке каких-то корпоративных ресурсов, которым может потребоваться интеграция с теми же доменами Active Directory по клиентам, также может потребоваться делать модуль аутентификации и авторизации в ваших веб-приложениях через него. Но если вы будете, например, делать общедоступные сайты, вам это будет нужно вряд ли. Так что я вам предлагаю при необходимости разобраться с этим самостоятельно, или, может быть, если хоть кто-то проявит к этому интерес, мы можем с этим дополнительно разобраться вместе. А сейчас перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос – это автоматическая конфигурация адресов. Как вы все понимаете, конечно, подход, при котором сетевая конфигурация устройства выполняется вручную, ему статически задается определенный адрес настройки сети, она довольно надежна и вполне себя оправдывает в случае, когда данное устройство значительную часть времени, а лучше практически всю свою жизнь, проводит в рамках одной и той же сетевой инфраструктуры. Например, это сервер, который всю свою работу в качестве сервера проводит, подключенный к одному и тому же коммутатору, к примеру, скоммутированный в одну и ту же сеть и, возможно, выполняет все эти годы плюс-минус одну и ту же задачу. Однако как же быть в случае с более мобильными устройствами, например, с вашими ноутбуками, с вашими учебными виртуалками или с устройствами, у которых еще нет какой-то их собственной конфигурации сети, например, компьютеров без операционной системы, которым эту операционную систему только предстоит еще установить. Для автоматической конфигурации сети применяется протокол DHCP. Для того, чтобы получить адрес по DHCP, клиент отправляет UDP-датаграммы на специальный так называемый broadcast-адрес 255.255.255 и порт 67. Сорс-адресом 0000, портом 68. Если DHCP-сервер получает такой пакет, он отвечает, предлагая свои услуги, что вот я такой замечательный DHCP-сервер, получил у меня адрес. Клиент после этого запрашивает у сервера адрес и сервер выдает адрес клиенту. Схематично это выглядит так. Сначала клиент находит DHCP-серверы, какой DHCP-сервер клиенту отвечает, клиент запрашивает у них адрес, а сервер ему его отдает. А до установления IP-адреса используются вот такие вот broadcast-ные IP-адреса. Я же говорю, вот адрес. На 0000 тебя ждет? Да, пока он не знает, какой его адрес, свой адрес в своем адресе он ставит C-биты в 0, а в адресе сервера C-биты в единичку. И вот таким образом происходит взаимодействие. Довольно понятно, что такие адреса в интернете не маршрутизируются, и это может работать только в пределах локальной сети. Скажем, вы можете задать вопрос, как же DHCP-сервер может отправить ответ, он же видит, с какого MAC-адреса пришел запрос, и на этот MAC-адрес ответ и будет отправлен. Вне пределов локальной сети DHCP в своем исходном виде работать не может. Только если вы растянете локальную сеть, например, с помощью какого-то тоннеля, то DHCP сможет работать в раму вне пределов. Вернее, даже вне ее пределов он работать не будет, просто вы таким образом растянетесь в локальную сеть. В качестве DHCP-сервера на больших юник-системах в подавляющем большинстве случаев используется также референсная реализация и Siri DHCP-D. Точно так же, как с протоколами DNS и с протоколами НТП, интернет стандартизацион консорциум, предлагая протокол, предложил свою собственную референсную реализацию. Она поставляется в пакете DHCP. Как вы думаете, почему сейчас мы не будем это настраивать? Потому что он автоматом стоит? Нет, он не стоит автоматом, конечно же. Потому что сейчас для того, чтобы ваши компьютеры вообще могли подключиться, например, к сети ASUS 430, который они здесь используют, или к CTMIPS, какой бы вы ни использовали, они получают адрес от того DHCP-сервера, который законфигурирован в этой сети, и он им сообщает, какой у них должен быть адрес, какая маска под сети, какой шлюз, и какие DNS-серверы им использовать. Но если вы сконфигурируете свой DHCP-сервер, то в некоторых случаях он будет отвечать раньше того, который сконфигурили администраторы сети. И, например, именно он может начать отдавать себе раньше по этой схеме у своей офферы, чем основной DHCP-сервер, в таком случае просто сеть сломается. Клиенты будут получать не те адреса и не те настройки сети, ни от того DHCP-сервера. И в случае наличия нескольких DHCP-серверов, там два клиента также могут получить один IP-адрес, и будет происходить много таких нехороших вещей. Поэтому настраивать свой собственный DHCP-сервер мы сейчас, конечно же, не будем. Мы рассмотрим его настройки теоретически. В виртуальной сети можем, но чтобы не заниматься сейчас еще и конфигурацией сначала в виртуальной сети, а потом настройкой DHCP-сервера, просто смотрим это теоретически. Кроме этого, поскольку еще все ошибутся по разу и по разу настроят свой DHCP-сервер в общей сети, а потом мы его перенесем в виртуальную, но, в общем, лучше не надо. Итак, один из основных параметров в DHCP-сервере – это время, на которое он выдает адреса. После истечения данного времени клиент должен запросить о себе адрес заново. И в данный пример конфигурации это время по умолчанию равно 10 минутам. Также по умолчанию будет отдаваться маска под сети . Бродкастный адрес, то есть адрес при отправке на который пакет будет разуслан всем адресам данной сети. Такой, что маска сети такая же, а все биты адреса выставлены в единичку. В качестве маршрутизатора по умолчанию используется . ДНС-сервер Google. Дополнительно сделана конфигурация для другой подсети. Для определенной подсети, для подсети . Указано, что DHCP-сервер имеет право выдавать адреса начиная с . . . Он должен выдавать DNS-сервер . И маска под сети он будет выдавать . . Ну, это хорошо, например, для совсем таких публичных мест, типа, не знаю, какого-нибудь Wi-Fi в Макдональдсе. А как быть, если у вас промежуточная ситуация между той, в которой допустима статическая конфигурация и той, в которой вы постоянно сталкиваетесь с самыми различными устройствами. . К примеру, у вас есть, ну, не знаю, офис. Там регулярно работают приблизительно одни и те же сотрудники. И хотелось бы отслеживать, например, кто из них, что делает трафик. Кто же из них запустил этот торрент-клиент, который создал такой пакетрейт, который, например, перегрузил оборудование провайдера, и у вас в офисе теперь не работает интернет. Или кто израсходовал такое количество трафика, скачав себе новый порнофильм. Для того, чтобы с одной стороны обеспечить возможность удаленной конфигурации компьютеров и не бегать к ним, что-то настраивать локально, и с другой стороны обеспечить какое-то постоянство адресов, существует такая замечательная техника псевдо-статические адреса, при которой DCP-сервер назначает определенные настройки сети в зависимости от маг-адресов устройств, которые к ним приходят. Здесь также приведена примерная конфигурация псевдо-статического адреса, при которой для определенного хоста с таким-то MAC-адресом будет отдан IP-адрес 268.06, и маска по сети такая же Slash24, те же Broadcast-адреса и DNS-сервер Google. И независимо от того, как часто этот хост будет приходить и уходить, ему будет выдаваться всегда именно этот адрес, а другим хостам этот адрес выдаваться не будет, он зарезервирован. Это одно из важных применений DHCP, однако от нашей темы администрирования веб-ресурсов, возможно, под большой нагрузкой, это несколько далеко, и, казалось бы, зачем же нам вообще было это DHCP рассматривать, это же все для офисных админов. Дело в том, что DHCP используется для одной из задач, которая очень важна при эксплуатации большой серверной инфраструктуры. Это автоматизированная инсталляция хостов по сети. Пока у вас серверов немного и появляются они раз в год, в принципе, можно инсталлировать их любым доступным способом, с диска, с флешки, с чего угодно. Если серверов становится много и устанавливать их приходится чаще, то нужно применять другие подходы, требующие меньшего количества ручных операций. Автоматизировать их установку таким образом, чтобы, например, инженеры дата-центра просто подключили сервер в сеть, а вы могли выполнить все остальные действия. И, естественно, не накликивать мышкой конфигурацию каждого сервера, как вы это делали, например, при установке своей учебной виртуалки, так и инсталляция большого количества серверов займет много времени и ошибиться недолго. Для того, чтобы автоматизировать установку сервера используется в семействе дистрибутивов Оверхел система Kickstart. Она работает следующим образом. Во-первых, для того, чтобы можно было сервер по сети каким-то образом инсталлировать, нужно, чтобы он поддерживал загрузку по сети. Что происходит при загрузке по сети? Как мы помним порядок загрузки? Здесь хоста сначала происходит пост, затем биос должен найти загрузочное устройство и передать управление загрузчику. При загрузке по сети это происходит следующим образом. Биос отправляет DHCP запросы, конфигурирует на интерфейсе определенный адрес, который ему отдал DHCP сервер. И, кроме этого, DHCP сервер должен сообщить местоположение и имя файла загрузчика для того, чтобы этот загрузчик биос скачал и передал ему управление. В данном случае виден пример конфигурации DHCP сервера, и там указано, что загрузчик находится на сервере 192.6801 и называется PX Linux.0. По какому протоколу биос обратиться к этому серверу? Дело в том, что биос это устраиваемая, а значит весьма ограниченная из своих возможностей вещь, и поэтому используется самый простой из возможных протоколов передачи файлов – TFTP – Trivial File Transfer Protocol. Он основан на протоколе UDP для того, чтобы в биосе не пришлось реализовывать полный TCP стэк со всеми вытекающими последствиями вроде отсутствия дополнительной защиты от потери пакетов. И при отправке файла просто рассчитывается, что, наверное, протокол TFTP используется, скажем, в пределах локальной сети, и вряд ли потеря пакетов произойдет. В CentOS реализация протокола TFTP поставляется в пакете TFTP Server. Это совсем примитивный сервер, не рассчитанный ни на какие высокие нагрузки, и он работает поверх Xenet D. Xenet D – это запускалка этих самых простых серверов, которая умеет услужить порт под CP или UDP, который ее укажут, и полученные на этот порт данные передавать запускаемому и приложению на стандартный ввод, и там можно сконфигурировать, для какого порта и на каком протоколе нужно запускать какое приложение, и в качестве ответа Xenet D отправится на стандартный вывод данного приложения. В данном случае будет использоваться usr.bin.in.tftpd с аргументом –s.tftpboot. Это директория, в которой находятся файлы, обрабатываемые TFTP сервером, и Xenet D будет просто при получении запроса запускать этот бинарничек, передавать ему запросам стандартные вводы, стандартные выводы этого бинарничка отправлять к клиенту. Если настроить его подобным образом… Сейчас мы сначала осмотрим эту цепочку в теории, а потом я вам ее продемонстрирую на практике. После того, как BIOS скачает этот файл pixilinux.0, он передаст управление загрузчику. Загрузчик работает следующим образом. Ему нужно узнать, где находится ядро, скачать его и запустить с определенными опциями. Это выглядит следующим образом. Он будет искать в корневой директории TFTP сервера под директорией pixilinux.cfg Сначала файл, который совпадает с MAC-адресом интерфейса, точнее там используются служебные цифры 01, указывающие используемый протокол Ethernet, а далее MAC-адрес интерфейса и конфигурацию, согласно которой будет происходить загрузка операционной системы. Если же такую конфигурацию найти не удастся, то будут использоваться файлик с именем дефолта. Там будет, например, загрузочное меню по умолчанию, в котором можно будет выбрать несколько опций, скажем, загрузиться в сетевой LCD или отправиться загрузиться с локального диска. Но для того, чтобы автоматизировать установку хоста, нужно заранее знать MAC-адрес интерфейса, с которым он будет устанавливаться, и подготовить автоматически или вручную файл конфигурации, который будет доступен под директорией Pixlinux CFG корня TFTP сервера, и там будет указано, в первую очередь, где брать ядро относительно того же самого TFTP сервера, где брать init.rd, и какой конфигурационный файл Kickstarter использовать, где его взять. В данном случае из директории image.slash7.vmlinux берется ядро, из image.slash7.initrd.mg берется init.rd, а с подобного адреса 126.8.0.1 берется конфигурация Kickstarter. Что такое Kickstarter? Kickstarter — это система автоматизированной инсталляции и конфигурации операционной системы, которая с определенными настройками может сконфигурировать начальную систему. То есть там указывается, откуда именно брать образ, какие репозитории подключить, как настроить систему, например, какой задать пароль рута, как сконфигурировать диски, какие действия нужно выполнить после всего этого, например, можно задать дополнительные скрипты, какие пакеты должны быть установлены в системе и что сделать после окончания инсталляции. Чуть более сложные конфигурации, чем та, которая показала, требуются при инсталляции физических хостов, на которых, например, требуется RAID и LVM. Здесь в этом не очень хорошо читаемом глазами конфиге указана конфигурация для того, чтобы было сделано несколько RAID массивов, как вы видите. отдельный RAID массив для загрузочного раздела и отдельный RAID массив для того, что будет отдано под LVM. На загрузочном разделе будет RAID типа 1, а на массиве, отданном под LVM, на LVM уже будут разделы для базы данных, для корней и для свопа, используется уровень RAID 10. И для этого раздела отдаются все шесть дисков. Предположим, что эти шесть дисков по одному терабайту. Какой же тогда общий объем отдаётся под LVM? А? Да, верно, три терабайта. Поскольку при десятом RAID используется объем половины доступных дисков. Разбирать все опции кикстарта долгого, муторно и у нас нет сейчас такой необходимости. Поэтому, стоит перейти к следующей теме, но, к сожалению, боюсь, солт мы сегодня разобрать не успеем. Я предлагаю его отложить на следующее занятие. Соответственно, на следующее занятие придётся отложить и домашнее задание. Я его тогда выдам, когда мы разберём солт, и мы перейдём уже к теме следующее занятие – резервному копированию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...